Что вам пришлось объяснять взрослому человеку, хотя в это трудно поверить? Что Хэллоуин никогда не выпадал и никогда не выпадет на пятницу 13-го. Это пришлось объяснять моей маме. Что нужно нажимать кнопку вверх в лифте, если тебе нужно подняться наверх, и кнопку вниз, если тебе нужно спуститься вниз. Она думала, что нужно угадать, где находится лифт, и если он, допустим, ниже вас, то нужно нажать кнопку вверх. О боже, это напомнило мне о том времени, когда я жил в многоквартирном доме, где были люди, которые нажимали одновременно обе кнопки. Двери открывались, и они спрашивали, едет ли лифт вниз. Нет, почему вы нажали кнопку вверх? Господи, чувак, теперь тебе придется ждать лифта еще дольше, мерзкий ты говнюк. Нам с женой пришлось объяснять соседям, что наш пес член нашей семьи, и мы не можем просто так его им отдать. Их дети хотели, чтобы наша собака жила с ними, что было мило, но затем их мать заявила, что тоже хочет, чтобы наша собака жила с ними, и будет справедливо, если они будут забирать ее на выходные, потому что она живет с нами всю неделю. Мне пришлось объяснять маме, что мясо это мышцы. Кусок мяса был жестким, и должно быть, я спросил, из какой части коровы эти мышцы. Нет, мы не едим мышцы, мы едим мясо. Ее чуть не стошнило от мысли, что кто-то может есть мышцы. Каким-то образом дошло до того, что она заявила, что у людей нет мяса, потому что они не еда. Мне не удалось победить в этом споре. У людей нет мяса, мясо не мышцы. Точка. Ах да, еще и выяснилось, что люди не являются частью царства животных. Мое детство было довольно безрадостным. Мама спросила у меня, почему границы Штатов не видны, когда летишь в самолете. Что у Земли всего одна луна. Ее смущало то, что в календаре каждый месяц было написано про новолуние. Кажется, что многие люди не совсем понимают, что такое луна. Копирую и вставляю свою историю. Я когда-то работала учительницей начальных классов. Мы собирались перейти к теме космоса и разговорились о планетах, луне, звездах и т.п. Двое моих коллег, им обоим было около 35, мне тогда было слегка за 20, пришли в замешательство, когда я сказала им, что луна это не звезда, это просто луна. Они замолчали на секунду, переглянулись и сказали, нет, это просто ее название, на самом деле это звезда. Я пыталась объяснить им разницу, но они были выше меня по должности и работали в отделе управления, а я была моложе и ниже по должности, поэтому они подумали, что им лучше знать. Пришлось объяснять человеку, что острова не опрокидываются, если приложить слишком много веса на край острова. Мой друг работал в копировальном центре, и ему пришлось объяснять клиенту, почему он не может сделать ему цветные копии 20-долларовой купюры. Мне пришлось объяснять учительнице перед классом, что пингвин это птица. Я не хотела так делать, но она была непреклонна. Она говорила, что так как пингвин не летает, то это не птица. У моего отца была платная подписка на 6 или 7 порносайтов и много вредоносных программ на его компьютере. Мне пришлось объяснять своему 67-летнему отцу, что есть бесплатная клубничка. Так что это было что-то. Я работал в техподдержке интернет-провайдера. Нам звонили, когда у кого-либо возникали незначительные проблемы. Один мужик настаивал, что его интернет не работает. Все виды диагностики ничего не выявили, и в конце концов я попросил его просто открыть интернет-эксплойер и описать мне, что он видит. Он сказал, что видит обычную домашнюю страницу. Я объяснил ему, что его интернет работает. Он ответил, что он работает не так, как раньше. Я решил, что проблема со скоростью, и объяснил ему, как протестировать скорость. Его скорость соответствовала его тарифу, но мужик все еще настаивал, что интернет не работает. В конце концов я спросил у него, чего он хочет, и он признался, «Я просто хочу смотреть порно». Оказалось, долгое время сайт для взрослых был установлен в качестве его домашней страницы, но потом его сын вернул браузер к настройкам по умолчанию, а он просто не помнил, каким сайтом пользовался. Я объяснил ему, как гуглить бесплатную клубничку, и проинструктировал о том, как установить какой-либо сайт в качестве домашней страницы, и даже как находить нужное на сайте для взрослых. Лучший клиент из всех, что у меня были. Почему в комнате ниже уровня моря на круизном корабле нет балкона? Мне дали на чай 20-долларовую купюру, которую я должна была разделить с коллегой. Я протянула ей 10 долларов, которые были у меня в кармане, и взяла 20-ку себе. Она сказала, что это несправедливо, что у меня 20 долларов, а у неё только 10. Я пыталась объяснить ей, что у меня уже было 10, плюс новые 10, получается 20. Она так и не могла понять это, настаивая, что я пытаюсь обмануть её. Она вернула мне мою десятку, положила двадцатку в кассу и разменяла её на две 10-долларовые купюры. Когда она протянула мне одну, я сказал ей, что теперь у меня 20, а у неё 10. Но почему-то она была удовлетворена тем, что пресекла мои попытки обмануть её. Излишне говорить, что после этого мы с ней больше не дружили. Всё это выглядит ещё более нелепо из-за того, что однажды она рассказала мне, что её заставили пересдать экзамен по математике, потому что в первый раз она сдала экзамен на 100%, и учительница обвинила её в мошенничестве. В следующий раз она сдала на 98%. Мне это кажется довольно подозрительным. Моя мама сказала, что никто не может жить на доход менее 40 тысяч долларов США в год. Я так и не смогла донести до неё, что это вполне нормально, когда люди зарабатывают 40 тысяч долларов или меньше, и им этого вполне хватает. Когда умная бомба попадает в здание и взрывает его, она убивает не только плохих парней, она убивает всех в здании. Слово «умная» означает только то, что она попадёт в конкретное здание, а не в случайное место. Сценарий первый. Они «Откуда ты родом?» Я «Из Южной Африки». Они «Подожди, что? Разве ты не должен быть чёрным?» Я «Ага, нет». Сценарий два. Они «Из какой ты страны?» Я «Из Южной Африки». Они «Понятно, но из какой страны?» Я «Я только что сказал, из Южной Африки». Они «Да ну брось ты, чувак, просто скажи, из какой ты страны?» Я знаю, где находится Южная Африка. Я «Нет, на самом деле Южная Африка – это страна». Если вы не пойдёте на работу, вам не заплатят. Нельзя постоянно отпрашиваться с работы, когда не хочется работать, а потом жаловаться, что у вас нет денег. Много лет назад я работал в розничном магазине, и коллега попросил меня подменить его и выйти вместо него на следующий день. Я согласился. Через несколько недель он начал кричать мне, что я украл его деньги. В конце концов, это дошло до отдела кадров, хотя я всё ещё не понимал, что он имел в виду. Оказалось, он думал, что так как я вышел вместо него, деньги за эту смену всё равно выплатят ему, а не мне. Он продолжал настаивать, что это была его смена, и хоть он её пропустил, но сам нашёл себе замену. Поэтому ему должны её оплатить. То есть получается, что я украл его зарплату за тот день, когда работал вместо него. Не знаю, что было дальше, но я больше не видел имени коллеги в графике работы. Мне пришлось быть тем человеком, который объяснил моей подруге, когда ей было около 25, что водка, которую она так сильно любит, имеет калории. Она была так шокирована и сказала, что я думала, что раз она прозрачная, как вода, то у неё нет калорий. У меня была коллега, которая сказала, что не ест яйца, потому что это равносильно аборту птенцов курицы. Тёлка даже не согласилась, что из неоплодотворённых яиц птенцы не вылупляются, и по сути это то же самое, что употреблять в еду месячные курицы. После того, как этот спор продлился очень долго, она села есть тарелку пасты, которая, я уверена, на 100% была приготовлена с использованием яиц. Что интим во время месячных не означает, что вы автоматически заболеете спидом. Для этого у одного из двух партнёров уже должен быть спид. Моя бывшая была убеждена, что причина того, что озоновый слой становится более тонким – самолёты, которые проделают в нём дыры, когда пролетают через него. Не стал переубеждать её. Что парк Юрского периода не существует на самом деле. Жаль, но я не шучу. Это напомнило мне о случае, когда какая-то аниматронная выставка динозавров гастролировала по городам и добралась до нашего городка. Думаю, это было в середине 90-х. Кто-то сходил на выставку и затем написал письмо редактору местной газеты, попросив его сообщить всем, что это афера, динозавры, не настоящие, а всего лишь роботы. Мой дед, прочитав это письмо, начал ругаться о том, как это всё подло, потому что в рекламе написано, что они привезут настоящих динозавров. Он всё ругался и ругался, без единой передышки, чтобы поразмышлять над своими словами. Меня это вовсе не удивило. Этот же мужик однажды обнаружил в своём доме мышь и вышел из себя. Он поймал её в ловушку, но боялся, что она отложила яйца где-нибудь в доме. В итоге у него будет ещё больше мышей. Что нельзя заразиться ВИЧ через дверную ручку, которой касался больной. И что не стоит вызывать полицию только из-за того, что больной ВИЧ дотронулся до дверной ручки. Что двигатели самолёта, на котором мы летели, невозможно выключить во время полёта лишь из-за того, что она жалуется на чрезмерный шум. Мой босс однажды спросил меня, что делать с мусором, если в раковине нет измельчителя пищевых отходов. Смутившись, я спросил, может быть выбросить в мусорное ведро? Он сказал, вот для чего оно нужно. Никогда не видел кого-то столь оторванного от реальности. Что гром не является результатом столкновения облаков друг с другом. Изменено, я должен был уточнить. Этот человек думал, что гром это настоящий звук удара облаков. Поэтому слово «результат» здесь не подходит. Предыстория. Мы плавали в озере и услышали гром. Я сказал, что нам лучше выбраться из воды. Подруга ответила, почему? Молнии же нет. После короткой паузы я объяснил, что молнии не могло не быть, так как мы услышали гром. Подруга всё ещё казалась озадаченной, и я спросил, что по её мнению вызывает гром. Она сказала, что гром это звук, который издают облака, когда сталкиваются друг с другом. Что сеть Wi-Fi не перемещается с вами из вашего дома в другие места. Изменено. Контекст ситуации. Он принёс свой ноутбук в дом своих родителей, чтобы войти в интернет через беспроводную сеть родителей. Подключившись, он решил забрать интернет-соединение в свою квартиру, где не было интернета. Ни точки доступа, ни роутера. Он думал, что установил какое-то магическое соединение, но был разочарован, когда вернулся домой и обнаружил, что интернета почему-то всё равно нет. Что не следует пытаться вытащить свой тост из тостера, проводящий металлической вилкой, если ваш тост застрял. И что, когда срабатывают автоматические выключатели, вы просто получаете визуальное представление о том, насколько вы были близки к смерти от поражения электрическим током. И что после того, как вам это уже объяснили, включили автоматы и дождались, как через 2 минуты электричество заработало, не стоит делать это ещё раз. Сначала отключи тостер от сети, только после этого суй в него металлические объекты, придурок. Прошлой зимой нас навестила подруга жены и отправилась с нами немного покататься на лыжах. Был изумительный, идеальный зимний день. Снег покрыл всю землю и всё ещё немного падал. Когда мы ехали вверх на подъёмнике, подруга повернулась ко мне и спросила, как у них получается настолько красиво класть снег на деревья. Ей было 33 года, и она не шутила. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на YouTube из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok